В декабре 2017 года Xiaomi представили один из самых доступных полноэкранных смартфонов — Redmi 5 и версию Redmi 5 Plus. Это конкурент Meizu M6s или наоборот. В России они уже начали продаваться 15 марта по цене 12 и 14 тысяч рублей. Соответственно, что за эти деньги нам предлагают? Первое. Большой 6-дюймовый IPS-дисплей со скругленными краями и соотношением сторон 18 к 9 и разрешением Full HD+. Если быть точнее, то экран 599. У обычного Redmi 5 экран 5.7, но с HD+, разрешением уже. Всего год с небольшим назад мы увидели подобное решение во флагмане LG G6. А теперь каждая уважаемая себя компания хочет установить экран 2 к 1 даже в бюджетнике. И что ж, это хорошо. Видеть стремление к мейнстриму приятно с одной стороны, с другой ничего плохого в экранах 16 к 9 я до сих пор не вижу. Как говорит Xiaomi, экран занимает на 12,5% больше площади передней панели, чем у обычных 5,5-дюймовых смартфонов. Матрица IPS мне понравилась. Кстати, было подозрение, что здесь, что в Meizu M6s матрица одинаковая. А потом оказалось, что там HD, а здесь Full HD. Но по итогу примерно то же самое. У меня в принципе ни к цвету нет претензий, ни к яркости. Хороший, не перенасыщенный цветами дисплей с максимальными углами обзора и без засветов. Единственное, на что жалуются пользователи — автояркость. И если в любом телефоне, включая iPhone X, она работает плохо, именно поэтому я всегда отключаю автояркость, и реально не знаю ни одного телефона, где бы она нормально работала, то здесь, на Redmi 5 Plus конкретно, автояркость работает вообще отвратительно. Но повторюсь, что для человека, который эту возможность отключает, это не проблема. Что интересно, разработчики Xiaomi подумали об удобстве использования такого большого экрана и добавили новый раздел «Полноэкранный дисплей», вариант управления 2, либо три стандартных наэкранной кнопки, либо жесты, как на iPhone X. Свайп снизу вверх по центру, домой тот же жест, но с удержанием показывает открытое приложение, свайп с левого или правого угла назад. Реализация, конечно, кое-что напоминает, но и на этом спасибо. Видно, что постарались не просто дисплей побольше поставить, но что-то сделать хорошее. И здесь хотелось бы отметить, что MIUI — это действительно iOS для тех, кому плевать на лаги системы и мелкие недочёты. Хотите сказать, что это не так? Хотите сказать, что она не похожа? А где же я тогда видел вот это? Почему значки похожи? Почему скриншот делается именно так же, как в iOS? Это проблема. Еще одна проблема, что прошивок миллион видов. Сделайте вы одну прошивку, одну китайскую, другую глобальную, в единственном экземпляре. И систему к уникальному виду приведите, тогда будет хорошо. Даже родные иконки никто не хочет переделывать под MIUI. Кто это сделал? Uber, Speedtest, AliExpress, UC Browser, а остальные — Google, Facebook, Instagram, Uber Eats, Shazam. Никто не хочет делать иконки под MIUI, потому что пользователи MIUI неприхотливы. Нет ни одного в мире педанта, который будет пользоваться этой системой. А всё почему? Лаги, украденные функции, опять же стрёмные иконки. Redmi 5 Plus — не исключение. Работает он на MIUI 9, есть версии 9.2, 9.5, на новой версии Android, на старой. Какую версию ставить? Вообще ничего не понятно. Зачем их столько существует? Ещё раз скажу, что это абсолютная дичь, на которую нужно тратить своё время, пробовать прошивки. Для чего это нужно? Вы бета-тестеры или пользователи? Нет, кому-то это может быть нравится, это может быть даже хобби, как тачку в гараже разбирать. Ну, наверное, да. Но я бы о жизни задумался, конечно. Во всём остальном к MIUI нет никаких претензий, много полезных функций, есть встроенное клонирование приложений, удобная штука, гибкая настройка уведомлений. Возвращаемся к железу. На экране была наклеена ужасная заводская матовая плёнка, которая сжирает цвет, она была немедленно удалена. Ещё в комплект заботливо положили силиконовый чехол. Качество не супер, но на первое время его хватит, примерно такой же, как в OnePlus 5T. Расположение элементов и сборка. Справа — качелька громкости и кнопка питания, слева — гибридный слот, внизу — динамик и микрофон, стилизованный под динамик, а также разъём. Барабанная дробь, вы подумали USB-C? Нет, здесь microUSB. Xiaomi, вы чё? Мне уже начинает казаться, что лучше взять Meizu M6s, хотя, честно говоря, телефоны практически одинаковые. Ладно, наверху миниджек, второй микрофон и экпорт для управления техникой. Спереди, помимо дисплея, датчика приближения и фронталки, есть ещё диод уведомлений. Корпус не скрипит, сборка хорошая, хотя за все устройства не могу ручаться. Вон, образец Mi A1 скрипел, будь здоров. Сзади, под камерой и двойной вспышкой расположился сканер отпечатков пальцев. Работает, на удивление, прям очень быстро. Даже лучше, чем у некоторых флагманов. Если вы не следите за Xiaomi, то расскажу, что происходит в линейке. Redmi — это малогабаритные, малобюджетные устройства. Есть ещё Redmi Note, то же самое, только экран побольше. А теперь появился Redmi 5 Plus, который практически не отличается от Redmi Note 5, смысла в котором мало. Но есть ещё Redmi Note 5 Pro, в котором и процессор получше, и две камеры. Но вернёмся к нашему образцу. У Redmi 5 Plus установлена одна основная камера на 12 мегапикселей, размер пикселя 1.25 микрон, светосила всего 2.2, умеет снимать видео в разрешении 4К. Фото получаются ок, ночные однозначно плохие, не смазанную снять — целое дело. Результаты чуть хуже, чем у Mi A1 и Meizu M6s, но в целом дневная съёмка годится. Не та эта категория смартфонов, которая камерами удивляет. Но, по большому счёту, плохой камеру в Redmi 5 не назвать. Она действительно ничего. А вот фронтальная камера, примерно такая же, как в Mi A1 на 5 мегапикселей, снимает прям фу, мылит и без нормального освещения будет плохо. Зато к ней добавили диоидную вспышку. Для любителей фото к Instagram из 2012-го есть режим Beautify 3.0, улучшающий тон кожи нам, мужчинам, фанатам Xiaomi, это всегда радость. Видео передняя камера пишет в Full HD с частотой кадров 30 в секунду. Второе преимущество Redmi 5 Plus, первое, напомню, был экран — большой аккумулятор на 4000 мАч. С включенным Wi-Fi или 4G серфингом в интернете и даже играми хватает на полный рабочий день и вечер. Xiaomi обещает 14 часов видео, 27 часов аудио и 8 часов игр. При желании можно вытянуть два дня. Экрана в моём режиме получается часов на 7-8. Виновата в этом не только батарея объёмная, но и оптимизация MIUI 9. В этом плане операционка хороша. Программисты молодцы уже не первый год. Кстати, Android здесь с 7-ой версией должны обновить до Oreo, сроков не называют. Зарядка 5 вольт 2 ампера. До 100% за два часа. Не быстро. Железо. Процессор восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625, выпущенный в 2016 году. График Adreno 506. Оперативной памяти 3 или 4 гигабайта. Постоянный 32 или 64. Что говорит Antutu? 76 тысяч в гигбенч, 800 в сингл-кор и 4000 в мультикор. Большинство игр идут без проблем. Даже танки в первые минут 20 не тормозят. Восьмой асфальт, опять же, без проблем. Injustice 2 – супер. Real Racing 3 – идеально. И UFC от Electronic Games – великолепно. А вот в онлайне игры подтормаживают. Те же танки на пике будут тормозить. Ну и нагревается телефон нормально так. Кстати, многие игры до сих пор не оптимизированы под соотношение 2 к 1, поэтому по краям придется наблюдать полоски. Связь. В 4G поддерживаются бенды 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38 и 40. Звук в наушниках. Он никак не удивил. Собственно, как и внешний звук, динамик на высоких будет хрипеть. Зато есть FM-радио. Ну и цвета. Черный, золотой, розовое золото и синий. Какие минусы? Камера слабоватая, нет NFC и опять microUSB. Создается такое впечатление, что в Китае тонны разъемов, которые нужно срочно слить. Видимо, так оно и есть. Но напоминаю цену – 14 000 рублей. Основные преимущества – большой экран и большой аккумулятор. Чтобы смотреть сериалы и играть, этого хватит за головой версии Plus. Можно присмотреться и к обычному Redmi 5, но там помимо маленького экрана еще и памяти меньше, аккумулятор тоже меньше и процессор слабее. Фанаты Xiaomi и дешевых смартфонов уже наверняка оценили новинку, кто-то ее уже купил. И есть ли смысл обновляться со старых поколений на новое? Я думаю, что есть хотя бы из-за экрана. Если вы фанат перепрошивок, то вам на китайские площадки. Если вы просто хотите хороший телефон с официальной гарантией, то легче купить в России. Закрепим USB Type-C, NFC, камера с нормальной светосилой и новый процессор. Этого мы ждем в следующем поколении. Тогда это будет просто бомба за подобные деньги. Через год проверим. Пользуетесь ли вы кастомной прошивкой? Считаете ли вы, что Xiaomi это хорошо? И нужно ли прошиваться и пробовать разные прошивки? С добрым утром, дорогие друзья!